Что такое просветление? Что бы я ни сказал, просто обречено на то, чтобы быть неправильно понятым. Но я попробую добиться минимально возможного непонимания. Именно по этой причине большинство просветленных никогда не говорили, потому что как только вы начинаете говорить, вы просто обречены на непонимание. Вот почему я не говорю о других измерениях жизни, я говорю только о методах. Вы познаете эти измерения, когда достигнете их сами. Например, я хочу, чтобы вы увидели Нью-Йорк. Если я расскажу вам все, что знаю о Нью-Йорке, он по-прежнему останется вам неизвестен. Так что я просто пытаюсь собрать для вас автомобиль, вы сможете сесть в него и самостоятельно доехать до места назначения. Когда вы туда доберетесь, вы узнаете, что это такое. Но до тех пор вы обречены воспринимать все, что я бы не сказал, по-своему. Вы понимаете что-то только за счет того, что вы уже знаете. Ваше понимание основано на этом. Такое понимание не имеет никакого значения, если мы говорим о совершенно ином измерении жизни. Как можно объяснить, что такое просветление? Допустим, сейчас у вас есть тело, но вы не принадлежите телу. У вас есть ум, но вы не принадлежите уму. У вас есть семья, но вы не принадлежите семье. Вы в мире, но вы не принадлежите миру. Но в то же время, все является частью вас. Вы ни с чем не конфликтуете. Все является частью вас, но вы ничему не принадлежите. Каково было бы ощущать это? Вы не можете это себе представить, не так ли? Каким это было бы с точки зрения вашего переживания? Допустим, вы прожили жизнь, не зная ни страха, ни злости, ни ревности, ни ненависти, ни тревоги. Вы постоянно испытываете блаженство. Вы постоянно опьянены, но в то же время вы всегда в ясном сознании. Вы когда-нибудь напевались? Вы все время пьяны, но в то же время вы всегда в ясном сознании. Даже когда вы спите, вы все осознаете. Но когда вы бодрствуете, вы находитесь в состоянии глубокого сна. Понимаете, о чем я говорю? Нет. Просветление означает, что вы преодолели ограничение материального. Вы преодолели ограничение, установленное материальным. Не ищите просветление прямо сейчас, потому что для большинства людей, или более чем для 90% людей, достигших этого, это момент, когда они покидают свое тело. Момент просветления — это момент, когда они покидают свое тело. Как только ваши энергии достигнут такого пика, вы не сможете удерживать тело, вы его отбросите. Так что для большинства людей момент просветления станет моментом, когда они покинут свое тело. Только тот, кто знает все хитрости тела, тот, кто понимает механику тела, может его удерживать. В противном случае, чтобы удерживать тело, приходится идти на ухищрение, потому что большинство людей, достигших просветления, не прошли через необходимую садану. Они учатся только управлять автомобилем, они не знают, как собрать его из деталей, так что они не способны удерживать тело. Для того, чтобы удерживаться в теле, им приходится прибегать к разным ухищрениям. Например, вы слышали про Рамакришну Пармахамсу? Рамакришна был необразованным человеком. У него было такое преимущество. На него не повлияло образование. Он был словно неотесанная деревенщина, но с кристальным сознанием. Он был очень простым человеком. Он имеет большое значение для Соединенных Штатов, потому что его ученик был первым йогином, который приехал в Соединенные Штаты в 1895 году, в Чикаго. В 1893 году. Свами Вивекананда прибыл в Чикаго. Он приехал сюда в поисках вас. Итак, Рамакришна был подобен Богу. Люди видели в Нем Бога. Они поклонялись Ему как Богу. Он был очень простым человеком. У него не было ни образования, ни манер. Очень простой человек. Но он был подобен Богу. Люди не могли не замечать в Нем Божественное. Но он был одержим едой. Просто сходил с ума по еде. Он мог разговаривать с группой своих учеников и посередине предложения сказать, «Подождите, я сейчас приду». Рама Кришна бежал на кухню и спрашивал у жены, «Что сегодня на ужин?» Шарада, его жена, очень стыдилась этого. «Как ты можешь быть таким? Люди видят тебя подобным Богу, а ты одержим едой. Даже меня еда не волнует. Почему ты только о ней думаешь?» Рама Кришна говорил, «Это все хорошо, но что на ужин?» Однажды она серьезно на него рассердилась и сказала, «Мне стыдно за то, как ты себя ведешь. Люди поклоняются тебе как Богу, а ты с ума сходишь по еде». Тогда он сказал, «Настанет день, когда ты принесешь мне талии». Талии в той части Индии называют «большое блюдо». В Индии люди едят из таких больших блюд. Еду подают на большом блюде, на котором уже все разложено. Рама Кришна всегда обедал на качелях. Это тоже, скорее всего, встречается только в Индии. Качели шириной в 2,5 метра. На них можно даже спать. Он всегда обедал, сидя на таких качелях. Однажды, когда ты принесешь мне обед, талии, если я отвернусь, если я не проявлю никакого интереса к еде, это будет значить, что мне осталось только 3 дня. Однажды, через 7 лет после этого разговора, она принесла ему талии, и он отвернулся. Шарда сразу же все поняла и заплакала. Он сказал, «Не зачем плакать, время вышло». Он просто использовал осознанное желание к еде как способ удерживать тело. Он не знал никаких других систем йоги, так что он использовал этот простой метод. Он постоянно создавал осознанное желание к еде. Все остальное исчезло. Потому что без желания вы не можете существовать в этом теле. Все остальное ушло. И он начал создавать осознанное желание. Он все время думал о еде осознанно, просто чтобы удерживать себя в теле. Такое осознанное желание можно отбросить в любое время. Когда вы чувствуете, что можно заканчивать, вы можете просто отбросить желание. Так что... Так что момент просветления будет и моментом, когда покидаешь тело. Вот почему мы подводим людей к определенной точке и удерживаем их перед самым последним шагом, чтобы они могли очень красивым образом послужить естественному ходу жизни. А когда придет время, мы освободим их от этого. Было бы хорошо отправить их прямо сейчас. Но также хорошо, когда на планете живут развитые люди. Субтитры создавал DimaTorzok